Станислав Андреевич Станислав Андреевич Станислав Андреевич С одной стороны центра ты идешь Вот тот район, где я жил Маленькие дома Причем здесь, знаете, все так цветасто Дома желтые, зеленые Такого красного цвета Видел даже канареечный дом, они небольшие И все это создает такой ансамбль Ну красиво, лето Да, ну все-таки страна солнечная Достаточно Вот Прикольно, но с другой стороны Например, вот этой площади, там совершенно другой Калинкор, там вот эти большие Дома, высотки, причем Половина из них офисные То есть там постоянно что-то строится Ничего красивого И вот, например, те районы, которые Маленькие, ты идешь Ну где вот маленькие домики и так далее Там двух-трехэтажные, четырех-пяти Ты идешь и ты понимаешь, что Вот есть ставни Что эти ставни здесь висят уже Там несколько, не знаю, чуть ли не несколько столетий Их не меняют, не навешивают кондиционеров Очень редко бывают кондиционеры И то они, ну как бы я имею в виду на виду И то они обычно стоят на балконе Вот так, чтобы на фасаде здания я не видел Ты идешь и ты понимаешь, что этим домам Этим постройкам уже сотни лет Ну это круто Это круто, булыжники, местами асфальт, булыжники Такой маленький, это красота Плюс это тут очень красиво В определенных местах очень красиво И поэтому, ну вот, погулять Даже не по историческому центру А просто вот по таким вот райончикам Это просто очень круто Такая средиземноморская растительность Вот эти маленькие дома и так далее Вкусно кормят Кто-то в комментариях мне говорил Когда я там, ну, свое недовольство Определенными вещами высказывал Люди, наверное, подумали, что я просто эту страну не люблю Если бы я ее не любил, я бы не прилетел сюда еще раз Кто-то мне написал, что я еще еду их не пробовал Она тоже плохая Ну, по моему мнению, еда у них замечательная Понятно, что я сейчас даже говорю о еде, которая продается в магазинах Вот, насколько я знаю, у них очень строго Подходит, такой есть некий культ еды, да И очень строго подходят к использованию всяких консерваторов Красителей, усилий и вкусы и так далее Очень много их нет Я не знаю, возможно ли такие вкусовые качества добиваться Вот без всяких этих, ну, не знаю, веществ Но тут очень вкусно Причем я сейчас беру продуктов, которые куплены в магазине Покушать можно как вкусно, так и невкусно Мне кажется, это клюкова, да, что итальянская пицца Очень вкусная Мне в России гораздо больше нравится Тут в 90% пиццы из себя представляет хлеб, залитый, не знаю, там, майонезом И на него набросаны колбаса И все это фастфуд Вот Доноры Ну, вот здесь доноры называют Здесь кебаб называется У нас доноры, да У нас кебаб это все-таки люля То есть, ну, грубо говоря, шаурма, шаверма Вот В ресторанах, опять же, как попадешь То есть, можно и в московском хорошо покушать, и здесь это родительно Но продукты, которые я вот покупал в магазине Тут лучше, наверное, мороженое из тех, которые я пробовал Я не сладкоежка, но я помню еще в середине 90-х я ел мороженое фирмы Самонтана Оно очень вкусное Я, кстати, здесь такое же видел, но его не покупал Просто мороженое, которое стоит пару евро в магазинах Вот тут много мороженого в таких бисквитные печенья И между ними мороженое Ну, это, я вот, ну, говорю, не сладкоежка Но это просто Ну, это разрыв Это очень вкусно Их мясо Имею в виду нарезку Паршют Салями, колбасы Опять же, они разные на вкус Но не очень вкусные Вот, тут в основном свинина Например, в Черногории говядина очень много Паршют говяжий Здесь его очень мало В основном свинина Но это очень вкусно Помидоры Мы, когда первый день Первое утро здесь проснулись Друг, у которого мы живем Игорь, приготовил Ну, там, еду Забыл, как называются Вот эти макароны Внутри которых там грибы Такие, типа, малюсенькие пельмешки Вот Нарезал паршюта Сыр Сыр Предгорье Альп Чуть выше в горы Вот едешь Там уже альпийские луга Коровы Ну, это очень вкусно Короче, еда Что еще? Какие еще плюсы? Вот, для меня лично климат Ну, единственное Не климат Даже, скажем так Не климат, а пояс Да Пояс Климатический пояс Средиземноморья Субтропический Сухой субтропический Мне очень нравится Флора Которые Ну, флора встречающая здесь Это некий Несмотря на то, что это север Италии Да, здесь очень Ну, очень красиво Очень много таких Сугубо средиземноморских растений Тут очень много хвойных Очень много кипарисов Но здесь, опять же, не так влажно, как в Сочи Очень мне нравится этот климат Очень, ну, едешь Вот Ну, не климат А очень мне нравится Вот эта растительность, да Ну, мне климат этот нравится Едешь Персики Виноград Киви Ну, прикольно Опять же, еще Расположение Вероны Скорее можно назвать Где-то можно назвать Минусом То, что здесь рядом Нет водоема Прямо в Вероне То есть, если ехать До моря далеко Там, ближайшие Это 100 километров Есть рядом Озеро Гарда Куда все ездят Ну, оно тоже Килотров 30 Ну, то есть, как бы Это тоже Ну, в любом случае Такое некое событие Нельзя просто там Выйти, там Сесть на автобус Через 10 минут Быть на море, на пляже Это нужно Если ты на машине Там минут 40 ехать Если ты Своим ходом Надо сесть на автобус Доехать до вокзала Там сесть на электричке Там еще пешком идти Вот Это скорее минус Да, но Можно сказать и плюс Несмотря на то, что От моря достаточно далеко 100 километров туда 100 в другую сторону Рядом есть озеро Гарда Которое имеет свой микроклимат И на которой, в принципе Ну, если хочешь Ты можешь добираться Плавать Купаться Освежаться И так далее Там очень много городков Разных вокруг него Очень Достаточно много пляжей Да, там много туристов Там дорого Ну, то есть Там прибрежные кафе И так далее Но Искупнуться можно Вот Теперь переходим к тому Вот мне страшно Что не понравилось А люди, да По поводу людей Не могу ничего сказать Люди, по-моему Везде Куда бы я ни прилетал Ну, не было такого места Где бы мне люди Казались говном Или плохими Такого нет Я вообще считаю Что Ну Плохие люди есть Во всех расах Социальных слоях И так далее Вот Поэтому Ну, это, скажем так Нейтрально Да Ну, люди как люди Они везде одинаковые Что еще такое Из нейтрального Не знаю Как насчет отеля Мы живем в квартире Вот Ну У друга Ну В общем Как бы тоже Все стандартно Лифт Единственное Что у нас Лифт Такой старый Да Это с одной стороны Прикольный Некий колорит То есть Там надо Открыть дверь Самому Закрыть Ставни Он поехал Все Но это Не так удобно Когда идешь С сумками Ну Мы здесь Не живем С сумками Там С нагруженными Не ходим Вот Ну Давайте Перейдем Возможно К тому Что Лично Мне Не то Что Нет такого Что Мне тут Не понравилось Есть вещи Которые Меня чуть-чуть Напрягали Первое Естественно Это Имха И это Естественно В любом случае Скажу Цены Но Дорого Это Европа Это дорого Я не курю Но сигареты Дорогие Хочется сказать Что вино Дешевое На барахолках Вина 71 78 60 Какого-то Стоит по 3 2 4 евро Край винный Регион Винный И поэтому Вообще проблем нет Я не пью Но Я думаю Для тех Кто едет сюда Ну вот именно Развлекаться Пить Вот это дешево Здесь Этого здесь много Цены Я имею ввиду Ну там Проезд Покушать в кафе Вот Понятно Что можно сесть Ну то есть Как бы в среднем Получается 40-50 евро Вот там Ну вот Одно блюдо Там воды Там Девушки Салат 40 евро 40-50 евро Да Можно покушать Дешевле Это съесть Донор Или пиццу Но вот Где бы я В кафешке Не садился Примерно Там Вот так Это выстреливает Да Тут есть Такой Китайский Ресторан Сегодня Тут были Платишь 13 евро Ну там Реально Обжираешь Я не люблю Китайскую еду Но там Очень много Ну такое Европеизированное Уже Ну просто Но Сами знаете Ты придешь Ты думаешь Я сейчас Два часа посижу Наем Съел тарелку Ну и дорого То есть Если вы не дома Мы еще Опять же Продукты Тоже Ну не совсем Дешевые То есть Как бы По Российским меркам Ну дороже А если ты живешь В отеле И у вас нету Там все включено А здесь я так понимаю Оно редко бывает То ну В кафешках Ты будешь Оставлять Ну достаточно Много Либо питаться Фастфудом Пицца Донор Там и так далее Это тоже 5 евро 4 евро И так далее Поэтому Ну как бы Если вы летите сюда На неделю На 10 дней Запасайтесь деньгами Здесь там Покушать Не знаю За 5 евро За 10 евро Там как где-то в Азии Ну не получится Либо как в России Даже Вот Ну понятно Что за 10 евро И в Россию Ну 10 евро В России 800 рублей Можно Можно даже в Москве В каких-то там Таких В муму Поесть И так далее Здесь Мне кажется Это невозможно Но это такая То есть Если у вас есть деньги Это вас не напряжет Если у вас много денег Дальше Жара Опять же Говорю Климат Да Растительность Мне нравится Но жара Она воспринимается Ну просто Ну очень Даже вот пить захотелось Чай Если стрек Отслышите Не обессудьте Извините Это вентилятор Тут очень жарко Еще минус Ну это минус Конкретно Нашего жилья Для меня Да Тут нет кондиционирования Вентилятор Ну очень жарко Опять же Вернемся к жаре В Египте В Азии В Европе На Средиземноморье Не знаю Я Ну Нигде Настолько Тяжело Я жару не воспринимал Тут Очень жарко Она Выматывает Я тут ходил В магазин Видеоигр 10 минут туда 12 12 обратно Я пришел Мне общение Ну это очень жарко Не знаю Это не юг Италии Это самый север Практически Ну там Севернее Турино По-моему Жарко Невозможно Днем Улицы пустые Не вставляю здесь Ни видео Ничто Если кто смотрит Меня первый раз Посмотрите У меня есть 5 По-моему Видео С Вероны С Венецией С Озерегарда Там много мата Но извините Я как бы Ну Сквернословлю Часто Вот Здесь его нет Поэтому Если кто хочет Посмотреть Наглядно Как что Внизу В этом плейлисте Вы найдете Очень жарко И это очень тяжело Переносится В общем Мне кажется Этим все сказано Реально жарко У меня девушка Она Ну там Жила в Сочи Да В Адлере Там какое-то время И говорит Ну я представляла Там жару Ну такой как Ну нету Хотя Говорю Это туда Поближе к умеренному Может быть Это аномальное Какое-то Лето В этом году Но вот Местные Говорят Что здесь Всегда так Вот Но это опять Личное восприятие Еще что Мне лично Скучно Городок Маленький И да Нам повезло Ребята Которые Меня сюда Пригласили Мы ездили На машине В Венецию В горы В Парму Ну в горы В Парму На озере Гарда Ездить Постоянно на движухе На машине Если вы приехали Именно в Верону Да Там погулять Посмотреть Там на балкон Джульетты Погулять на площади Арена Ну там сейчас Театр Да Там опера Вот именно в Верону Именно на север Италии Ну мне кажется Здесь Ну если вас Нет машины Ну это скучно Тут скучно Тут маленький городок Тут помимо площади Вот этой Ну в принципе Это смотреть нечего Да Я получаю Эстетическое удовольствие От того что я хожу Просто по улицам Вижу эти маленькие домики Но ты понимаешь Спустя там Пять дней Неделю Что скучно Ну как бы Опять же Я не Ну не бухаю Не курю Здесь насколько я знаю Декармелизованная Конопля Тут курят Мои шлики Малолетки курят Там вино Кино и домино Это здесь все есть Вот Но мне это Неинтересно Поэтому может быть Если вы будете Каждый вечер Садиться там Бухать Может быть Вам будет Не знаю Ну это можно И дома бухать И не ехать никуда Поэтому по моему мнению Ну тут немножко скучновато Потому что Ну как бы Город маленький Делать нечего Особо много Посмотрел все Второй-третий раз Уже смотреть Что-то неинтересно И Ну Я все-таки Люблю движуху Вот меня спасло То что опять же Благодаря ребятам У которых мы живем Мы ездили Ездили постоянно На движухи И какие-то барахолки Там Парма Там Куда-то туда На движуху Туда-туда Там Венеция Горы На дачу На мачу Вот Вот такие вот дела В общем Подытожу Север Италии Я люблю Я обязательно вернусь сюда Еще раз Когда я здесь был Первый раз Мы так проездом Туром проехали Там С севера на юг Я сказал себе Что я сюда вернусь Вот у меня появилась Возможность Достаточно дешево Сюда прилететь Я прилетел И Ну я обязательно Сюда вернусь Еще раз Потому что Мне очень нравится Этот город Но как говорит Вот итальянец Наш приятель Который с нами Здесь тусует Говорит Ну это не то же самое Жить здесь И Быть туристом У меня скоро будет Интервью с человеком Который с русским Он с Белоруссии Живет здесь 13-14 лет Игорь Вот у кого мы живем Может быть На какие-то вопросы Он ответит В общем Вот такие вот дела И наверное Самый такой Главный вопрос По поводу денег Мне тяжело сказать Сколько с собой Нужно брать Ну там Про билеты Я про шенген Я говорить не буду Как бы Разница билетов Может варьироваться Да Но сколько брать с собой Я привез с собой Тысячу евро Но я с собой Увезу Этих денег Потому что Ну очень много Там бензин За счет ребят Я в очередной раз Их благодарю Игоря Михеле Вот То есть машина У них есть Дома мы едим Там холодильник Забит едой А так Ну не дешево Вот так Если вы хотите Поездить Свероны Туда Туда Сюда Если взять еще Машины Ну как бы Будет дорого Потому что все таки Это Европа И цены здесь Ну не российские Вот С вами был Станислав Андреевич Если кому интересно И хотя бы Чуточку помог Определиться Мне было бы приятно Если вы оставили Комментарии Возможно подписались На канал Тут разная тематика И хочется сказать Что приезжайте Обязательно Здесь стоит побывать Это то место Которое Ну где вы должны Побывать Я не говорю Там приезжайте Две недели Ну хотя бы На день На два На три Если будете в Италии Там не знаю В Риме Или еще Доехайте Это Ну я был в Неаполе На юге Да Был здесь И здесь Есть такой колорит Которого нет там Ну там есть колорит Которого нет здесь Не забывайте об этом Обязательно здесь побывайте С вами был Станислав Андреевич Здоровья вам Вашим близким Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok